Это так хорошо, слава Господу! Знаете, я верю, что церковь – это светлое место. Это хорошее место, это место доброты. Вы знаете, что преподобный Александр Мень несколько раз поднимал вопрос для православной церкви, что храмы должны быть светлыми, аллилуйя! И он говорил, мы дети света, и наш Бог – свет, аллилуйя! Это так здорово, когда приходишь в церковь, а в церкви светло. Иногда приезжаю в церковь, да, вот, ну, вот, ну, темно, там, пару фонарей, и так, ну, вот, заходишь, ты понимаешь, что это секта, это точно секта. Потому что, ну, в хорошем месте должно быть радостно, светло. И мы верим, что церковь – это хорошее место. И более того, я верю, что, ну, когда все хорошо с церковью, нам хочется туда идти, аллилуйя! Нам хочется быть там, где хорошо, там, где наслаждаем. Я верю, что нормальная церковь – это место, куда придешь с опущенными плечами, да, а уходишь, расправил плечи, аллилуйя! Ну, потому что из церкви Божьей исходит жизнь. Жизнь живет в тебе, во мне, слава Господу! Поэтому это такое место, куда мы приходим, чтобы наслаждаться Богом, радоваться, аминь, получать жизнь, слава Господу! И хочу, чтобы мы помолились, коротко попросим у Бога помощи, и верим, что Господь нам помогает, когда просим, Отец Небесный, благослови нас, и мы просим это время изучения Писания, время проповеди, насыщай нас, открывай нам, аллилуйя! Если нужно, растяни нас, Господь, аллилуйя! Чтобы мы были в твоем размере, аллилуйя! Спасибо, Господь! И мы просим помощи Духа Святого, благослови нас, Отец, во имя Иисуса, аминь и аминь! Слава Господу! Хорошо, готовы сегодня растянуться? Я имею в виду необычное собрание, можем иметь необычное собрание, ну вот, чтобы Господь что-то с нами сделал хорошее. Я верю, что хорошее собрание, это где нас растягивает. Потому что, знаете, есть такие собрания, тебя наоборот сужают. А я собрала тебя растянут, давай больше славить, лучше, аллилуйя! Да, давай растянемся в том, как мы веселимся в Господе. Кто-нибудь скажите, аминь! Хорошо. Вы же знаете, что я вас люблю всех, слава Господу! Я верю, что лучшее место в воскресенье – это быть в церкви. Если вы в Киеве, лучшее место прийти в церковь. Да, некоторые. Да, куда мы все, мы потому здесь, слава Господу! На здесь Господь, аллилуйя! Я не знаю про другие церкви, но здесь Господь, аллилуйя! Его присутствие, и мы радуемся в этом, слава Господу! А это причина, почему мы сюда ходим, нам нравится, слава Господу! Хорошо, давайте поговорим о радости. Затянув в последнее время, Господь много говорит мне о радости. Полтора года, приблизительно полтора года назад, как-то молился, готовился к собранию. Никогда таким образом не думал, и Господь проговорил ко мне. Слушай, когда ты проповедуешь, не драматизируй. Знаете, я никогда так, ну, я настолько, знаете, вот принял, ну, взял это, начал пересматривать свои проповеди, начал смотреть и вижу, действительно, проповеду нормальные вещи, да, там, Евангелие, что-то хорошее. А он, нахмурившись и так серьезно, аллилуйя! И затянув в царство Божие, это царство радости, Бог создал жизнь для радости, аминь. Вы знаете, что Бог, когда створил эту планету и творил жизнь, Он из любящего сердца достал идею жизни, аминь. Представьте себе на мгновение, что вы Бог, и вы для своего ребенка можете создать жизнь. Понимаете, мы бы не создавали хмурую жизнь, мы бы не создавали угрюмую жизнь. Я не знаю, как вам, мне так нравится, когда дети мои улыбаются, когда у них все хорошо, когда они счастливы, когда они радуются. Слава Господу, аллилуйя! И то же самое, наш Отец Небесный. Бог не создавал ничего плохого. У него не получается плохое. У него только добро, только радость. И затянув, много учил в последнее время об этом, но некоторые даже меня хулят за это. Но это важно, чтобы христиане полюбили жизнь. Эту жизнь, которую мы видим вокруг нас, создал наш любящий Отец. И это хорошая жизнь, аллилуйя! И затянув, иногда нам нужно поправить что-то в голове, иногда нужно что-то изменить в себе, иногда изменить отношения, иногда прийти к каким-то откровениям. Но Бог не создавал плохую жизнь. Он создал хорошую жизнь. Он верит, что эта жизнь может наслаждать. Слава Господу! Он верит, что эта жизнь, которую он создал, она может радовать. Слава Господу! Поэтому, знаете, посмотрите, как было все в начале. Возьмите толковый словарь, возьмите слово «рай», возьмите слово «едем», и вы найдете слова «приятно», «счастье». Вы найдете слова «блаженство». Вы знаете, вот это слова, которые, ну, вот, описывают, «рай», описывают в «едем», «хороший сад». Аллилуйя! Понимаете, то есть Бог, когда создал человека и дал ему жизнь, Он создал жизнь, которая приятная. Аллилуйя! Слово «наслаждение» принадлежит раю и едему. Слава Господу! Аминь! Понимаете, я пытаюсь вам сказать, что радость в жизни очень важна. Очень важна. И Бог создал жизнь такую, чтобы она наслаждала нас, радовала нас. Я верю, что нормальный христианин, Аллилуйя, это дети, которые любят жизнь. Это подростки, которые не ищут, как уйти из жизни, прыгнуть откуда-то, а любят жизнь, хотят жить. Это молодежь, которая восторжена по поводу жизни. Это семейные люди, которые радуются жизни. Потому что Бог создал семью для наслаждения. Кто-нибудь скажет «Аминь!» Семья – это здорово, слава Господу! Аминь! Бог создал жизнь такую, чтобы у нас дети были. И дети – это не головняк, Аллилуйя! Это не спиногрызы! Аминь! Понимаете, ну вот, вот о чем мы говорим. Знаете, Бог создал жизнь такой, чтобы она наслаждала. Дьявол все испортил. И испортил, во-первых, вот здесь. Вот когда вот здесь непорядок, у людей неправильное отношение ко всему, и с этим некоторые люди даже считают, что Бог создал эту планету и посылает нас на нее. Это и это наказание. Вот это Бог наказал, что ты родился. Нет, это благословение. Жизнь – это благословение. Скажите, вместе со мной, жизнь – это благословение. Скажи, я знаю, будет трудно, но давайте скажем. Я люблю жизнь. Это мой отец создал жизнь. Мы не спешим уходить, поэтому отсюда. Жизнь очень хорошая. Слава Господу! Аминь! И вот о чем хочу с вами сегодня поговорить. Вы за этим возьмите любую сферу жизни, вытяните оттуда радость, и эта сфера жизни превратится в бремя. Это касается всего. На самом деле, Бог создал работу, чтобы она приносила радость. Я скажу, при правильном отношении, при правильной жизни, работает радость. Ща Бакуда! Аминь! А вы затянули, знаете, как думают, особенно христиане. Это удивительно. Это удивительно. Я слышу, ну, главная работа пастора – это слушать. Просто вот слушай, что люди говорят, и ты будешь знать, что в их сердце. Потому что человек из сердца выносит. Да, вот иногда вот разговаривать человеку, он говорит, пастор, посоветуй мне, вот мне нужна консультация. Начинаешь разговорить, он говорит, я так боюсь за своего сына. Потом говоришь, хорошо, давай молиться против страха. Так я не боюсь. Ты только что сказал, что боишься. Смотрите теперь. Все равно, что они вам пытаются потом рассказать, из сердца они достают то, что у них в сердце. Потому что чем полное сердце, это одно из таких простых пониманий служения пастора. Просто послушай их. Аллилуйя! То, что они говорят, они это и думают. Потом они пытаются убежать оттуда. Но, ну нет, давай разберемся страхом. Ну, Бог с тобой, почему ты так боишься? Вот что пытаюсь сказать. Посмотрите. Люди говорят о работе. О, это суета! Если для тебя работа суета, она не будет наслаждать. Алло! Я поймал некоторых из вас. Или этот головняк. Больше того, знаете, что христиане говорят о работе? Работа это проклятие. Работа не проклятие, работа благословения. Я прямо сейчас работаю. Аминь! Это благословение. Теперь, ну вот, ну, чрезмерная работа, да? Ну, есть. Работа может стать проклятием. Но вообще работу придумал Бог. Аллилуйя! Это Бог придумал, чтобы... Знаете, вот самая простая модель, говоря о работе, но говоря о социуме, да? Есть стол общества. Чтобы ты имел право оттуда взять товары и услуги, тебе нам нужно туда положить либо товары, либо услуги. Аминь! Человек должен принесить пользу обществу. То-нибудь скажите, аминь! Слава Господу! Мы должны учить детей, потому что работать это не грех. И работа не проклятие. А я вам скажу, при правильном отношении, и если радость в работе... Вот давайте, ну, я не знаю, вы все это переживали. Вот, ну, когда, знаете, ты чем-то увлечен, и можешь целый день отпахать, 12 часов что-то делать, дай, когда тебе в радость, да? Особенно, как женщины по магазинам ходят. Для мужчин это работа. А вот она идет просто 500 евро в час, и, ну, вот по магазинам уже 13 часов не может остановиться. Ноги не болят, ни голова не болит, ничего не болит, и все хорошо, аллилуйя. Вы понимаете, о чем я говорю, что когда есть радость в чем-то, есть увлечение, эта сфера жизни становится легкой. Я вам скажу, что, ну, на самом деле, вот, ну, семейная жизнь, есть трудности. Но если в семье есть радость, это легко, аллилуйя. Понимаете, поэтому, когда он пришел с работы, улыбнись ему, обними его, скажешь, ты рада его видеть, аллилуйя. Потому что некоторые женщины так встречают своих мужей, что он пришел уставший с работы и хочет сразу назад на работу. Потому что, ну, чё ты пришел, понимаете, ну, вот вдох и так далее. Это же касается мужчин. Я верю, что мужья приносят радость своим женам. Это необходимо приносить радость. Потому что, если она будет стирать, убирать, готовить и с ребенком сидеть, а нету в этом радости, она хочет уйти из жизни. То есть она хочет к Иисусу. А вот тебе заботиться этим всем, я пойду к Иисусу. Но надо, чтобы наши жены хотели быть на земле. Аллилуйя. Поэтому им скажу, если в отношениях есть радость, нам нравится быть там, где радость. Нет радости, мы хотим уходить. Вот почему некоторые люди заставляют себя ходить в церковь. Церковь без радости, она не привлекает. Радость привлекает. Слава Господу. Понимаете, если есть где-то радость, веселье, и там хорошо, хорошее настроение, это от Бога. Это не мирское. Знаете, ну вот, и вот проблема, которую хочу сегодня поднять вопрос, поговорить о нем. Мы должны увидеть это, что дьявол знает, что если между нами и Богом будет радость, то нам будет хотеться быть с Богом. Не вынуждены, а хочется. Вот почему дьявол борется с радостью в церкви. Борется с вопросом радости между нами и Богом. Вот почему, потому что так вначале не было. Понимаете, в Писании говорит, что Бог в прохладе дня ежедневно приходил к Адаму. Не раз в неделю. Некоторые из вас раз в неделю приходят к Богу. И то, если прохлада дня, аллилуйя. Кто это? Не поднимайте руку, не вообще. Когда праведник такой говорит, никогда не поднимайте руку. Я про то, что каждый день Бог приходил к Адаму общаться. Это не было так, что Бог говорил, ну хорошо, завтра всем. Я там такой, о, опять он придет. Понимаете? Адам ждал, что времени с Богом. Если ты с кем-то хочешь встречаться ежедневно, то тебе должно нравиться. Тебе должно быть, ну, должно быть хорошо. А знаете, рассматривать то, как был создан Едем, ты понимаешь, что Адам наслаждался общением с Богом. Понимаете, он не ждал с ужасом. Знаете, вот так бывает. Ну вот здесь, по крайней мере, 28 человек таких. Я чувствую от Бога. Иллое. Что жена сегодня сказала, в воскресенье собирайся в церковь. Что опять? Что уже воскресенье? Ну ладно, пошли. Не поднимайте руку. Я знаю, где вы сидите. Я про то, что знаете, что говорит Давид. Когда мне сказали, пойдем в Дом Божий, Давид говорит, я возрадовался. Вот, Аллилуйя. Привет, брат мой, возлюбленный. Аллилуйя, рад тебя видеть. Он говорит, я возрадовался. А знаете, знаете, о чем речь? Что нас влечет, где хорошо. Нас влечет, где приятно. Нас влечет, где наслаждение. Слава Господу. Вот с чем борется дьявол. Чтобы человек не наслаждался Богом, чтобы мы, потому что если забрать радость между нами и Богом, служение Богу превращается в бремя. Сразу же церковь, поклонение, молитва, это бремя. И поэтому, некоторые люди, именно так, время молиться. И мы, знаете, как на плаху пошли. Надо молиться. Затянув, ну, бабушка сказала, там, ну, надо, ват не хочется, поэтому мы молимся. А я вам скажу, кто вкусил радость молитвы, и если в твоей молитвенной жизни и общении с Богом есть наслаждение, тебя колом гони. Смотрите, давайте, вот дам вам пример. Одна из битв, которые имеет общество, это, ну, битва с алкоголем. Ну, помимо физиологической, ну, зависимости, мы должны понимать, что основная зависимость, это психологическая. То есть, в чем дело? Человек платит деньги, это стоит денег. Человек теряет, ну, вот лицо перед обществом. Это стоит стыда. Это стоит потом, после бодуна, да, вот, ну, голова болит. У кого день, у кого два, у кого три. Тем не менее, платят деньги, стыдно перед всеми, все равно делают, а боль переживают и ждет зарплата, чтобы получить опять на пиццу. Почему? Есть наслаждение. Но вот человек чувствует особенную свободу. Но вот, знаете, такие мужики, что вот, слово не вытянешь. Не, жене не может сказать, я тебя люблю. 100 грамм выпил, знакомиться со всеми подряд. Все его друзья свободен, просто вот, комплексы куда-то ушли, просто. Что во Христе, я ему скажу, многие из нас во Христе не так свободны, как человек, который выпил 100 грамм, и все, пляски до утра. Потом спасается, приходит в церковь, не заставишь руку поднять. Мы же, давайте Бога просто. Давайте вас хвалим, хлопайте Богу. Лоты, ну, ну, до утра, пляски, просто вот, ну, и я ему скажу, человек из-за того, что вот это чувство свободы, чувство, вот как комплексы уходит, радость, наслаждение, он готов платить вот эту всю цену. Вот что пытаемся вам сказать. Вот чего боится дьявол, что ты можешь напиться от Бога, что ты можешь наслаждаться Богом. Вот почему дьявол борется с тем, чтобы в церкви не было радости. Дать я, я врусь в такой культуре христианской, где, ну, вот я помню, знаете, как-то вышли после собрания, стоим молодежкой, кто-то что-то пошутил, и мы засмеялись. Сразу пришел кто-то из старших, что вы, как безбожники, тут же храм, как вы себя ведете, что вы себе позволяете. Знаете, вот, и когда это системно, у нас появилось такое мнение, что радость, это греховно, что радость, это что-то мирское. И знаете, дьявол таким образом учил церковь, что, ну, вот, если, ну, где-то можно порадоваться, а приходишь к Богу, мы все одевали маски серьезные, были на собрании, только закончилось собрание, ты знаете, на собрании схожи, и на собрании. Два часа прошло, ты, фух, и мы начинаем, ну, опять, но нормальную жизнь. Это вранье, это ложь. Писание говорит, смотрите, 15-й псалом, один из стих, Давид говорит, ты обучаешь меня жизни, пред лицом твоим, полнота радости. Аллилуйя. То есть, вот, понимаете, то есть, Бог, он не больной, и если мы закричим, он умрет, понимаете, тихо-тихо, а он говорит, полнота радости, при лицом моим. И дальше он говорит, блаженство, или наслаждение, в руке твоей. Алло. Я пытаюсь вам сказать вот что. Если в наших отношениях с Богом появится радость и наслаждение, позорим алкоголиков. жена ругает, на работе стыдят, вот прячется вот так, и где-то все равно достали на троих, аллилуйя. Я вам скажу, то же самое происходит с верующим. Если он знает Бога, гоните его, понимаете, но садите в тюрьму, ты не такой человек, он все равно найдет такого же, как он, и вместе повеселятся в Господе. Алло. Я говорю о серьезных вещах. Вот чего боится дьявол. Вот почему хвала и поклонения важны. Вот почему нам нужны радостные проповедники. Аллилуйя. У нас же радостная весть. Аминь. Из этих вот почему, ну вот, Господь говорил ко мне приблизительно полтора года назад, перестань драматизировать, перестань проповедить, как будто бы Армагеддон придет в конце собрания. Вот некоторые проповедники проповедуют, как будто бы сейчас закончится собрание, и конец света сразу. И поэтому, знаете, вот такая драма. Это неправда. С этой планетой будет все хорошо. Иисус умер, воскрес, все улучшается. Слава Богу. Эта планета будет жить, по крайней мере, тысячу лет. На этой неделе конца света не будет. Алло. Понимаете, мы не пришли, мы не несем миру весть, что конец света. Мы несем радостную весть. Жизнь с Богом. Слава Господу. Я про то, что нам нужно позволить Святому Духу, чтобы он работал с нами, с нашими сердцами. Это так важно, когда человек заходит, ну, приходит в церковь, да, и верит Ашер улыбающегося. Аминь. Добро пожаловать. Или наоборот. Ну, конечно же, света сегодня. Понимаете, то есть нам нужно уйти апокалиптического такого, знаете, мышления, взгляда. Все будет хорошо. Мы повеселимся. Слава Господу. С нашими детьми все будет хорошо. Мы с внуками будем отдыхать, ездить, веселиться, смеяться, шутить, служить Богу. С правнуками будем. Аллилуйя. С праправнуками будем. Аллилуйя. Писание говорит, что так Бог благословил Иосифа, Иова. Они увидели четвертое поколение. Это твоя судьба. Аллилуйя. Увидеть детей, внуков, правнуков, праправнуков. Аллилуйя. Еще долгая жизнь будет. Слава Господу. Не, ну, разбирайте чемоданы. Аллилуйя. Все будет хорошо. Аминь. Когда мы пришли к Богу, мы пришли к жизни, наслаждение, радость и слава Господу. Кто-нибудь скажите, Аминь. Хорошо, давайте пойдем глубже. Вот почему важно, чтобы собрание наше, вот как мы все ведем себя. Вот поставьте себя на место человека, который впервые приходит. Мы тянули, есть столько драматичных проповедников. Учить. Я вам расскажу и в Англии. Это радостная новость. Но, 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 хорошо, Господи, хоть бы никто не обиделся. Хорошо, хорошо, никто не обижается. Просто во имя Иисуса никто не обиделся. Хорошо. Был в одной церкви. И вну парень ведет хвалу. Ну и классные песни, все песни классные, послание классно. Это большое дело. Некоторые поедут, но откровенно глупости, это вообще грех. А ну, хорошие песни, все. И вот, ну, вот я вам покажу это. Ну, приблизительно, да, песню не помню, но песня хорошая. Иисус, мы так, мы ликуем в тебе. Мы радуемся. Нет, знаете, такой надрыв, это вот сейчас он умрет. Просто вот, еще секунда. И слова говорит радости, слова говорит, мы торжествуем. А ты смотришь, я таки позвал его, я говорю, слушай, у тебя нестыковка, мимики и текста. Это очень важно. Если вы говорите о радости, затем, вы знаете, что вот эти мышцы, которые у нас на лице, чтобы, ну, десятки мышц участвуют, чтобы вы улыбнулись. Эти мышцы создал Бог. Это неплохой аминь. Это не дьявол создал. Понимаете, радость должна жить не в ночных клубах, а в церкви. Радость должна ассоциироваться не с греховным наслаждением, а с Богом. Брось меня воду. А, вот что дьявол сделал с церковью, он научил нас, как будто бы, знаете, радость, что-то мирское. Как будто бы радость связана с грехом. И поэтому, я выросленно в такой культуре, нельзя было улыбаться. Нельзя было смеяться. Если ты захохотал, ты как будто бы отпал от Бога. Понимаете, представляете, как дьяволу удалось все перестроить, и он узурпировал радость у церкви и перенес ее к греху. Посмотрите уже, но апостол Павел говорит, что Моисей не захотел оставаться в доме фараона, и он не хотел, ну вот, пребывать в кратковременном, греховном наслаждении. Смотрите, дьявол, вы должны знать, дьявол не творец, он ничего не создал. Он украл у Бога принцип. Он, он был рядом с Богом. Писание говорит, что он херувим, который осенял Бога. Еремия, если я хорошо помню, Исаия говорит, Бог несется на херувимах. Или, то есть, ну, херувимы носили Бога. И он был так близко к Богу, что он видел принципы, он видел, что с Богом хорошо, что с Богом приятно, к Богу тянет. Слушайте внимательно, нас тянет к людям радостным, нас тянет к веселой компании, нас, если где-то есть радость и веселье, нас туда тянет. Почему? Бог нас такими создал. Это не грех, это от Бога в нас. Если где-то веселье, нас туда тянет. Послушайте мне, если дома все хорошо, и жена веселая, мужа тянет домой. Алло! Сделай так, чтобы его тянуло. Аминь! Сделай так, чтобы жена была счастливой. Аминь! Это же нетрудно, купить цветочек. Смотрите, давайте поговорим о семье. Вот что я пытаюсь сказать. Заберите радость из семьи, из семья бремя. Тяжелое, это тяжело. Если нету в радости, если это не наслаждает, это обязательство, это бремя. А Иисус говорит, придите ко мне, все, кто с бременем, я сниму с вас бремя и поставлю свое бремя, но оно легкое. Нужно ли работать? Да! Но при правильном отношении, если в работе присутствует радость, мы все это переживали, когда зайти на ноту, но вы все знаете, что на этой неделе мы из-за школы, которую епископ наш задумал, мы сняли жилье здесь в Киеве. И там получается, где въезд в дом, они посылили дикий виноград, короче, все заросло, как заросло. Ну, им так нравилось. Я спросил, можно я все уберу? Да, убирай. Мне казалось, мне казалось, что это легко. В смысле, что вы понимали, это лес просто, джунгли. В смысле, вот ворота, калитка, вот вся стена, все в зарослях, и еще там такая перегородка, где заед в машины. Ну, кому-то нравится, ну, для дачи нормально, ну, ты живешь, как будто выигрывай в лесу. И я пару недель назад, вот мы уже договор делали, там, денежку давал. И я приехал, думаю, я начну. Я отпахал, как Папа Карло, каких 16 часов. И, знаете, ну, в смысле, я вымотался так, но, ну, понимаете, когда ты увлечен, и тебя радует, время не смотришь. Ну, было такое с вами? Когда вот именно, знаете, и вот я о чем и говорю. Понимаете, вот когда, вот в любую сферу жизни поставь туда радость, и бремя становится легким. Поставь радость между родителями и детьми, и дети, это не бремя, дети, это радость. Возня есть, да, занятость есть, да, но она радует. Аллилуйя. Вот о чем мы пытаемся сказать. Дьявол боится, чтобы между нами и Богом была радость, потому что тогда людям будет нравиться с Богом. Не вынуждены, а нравится. Аллилуйя. Вот почему радость должна вернуться. Радость должна вернуться в чтение Библии, изучение Писания. Радость должна вернуться в молитву. Радость должна вернуться в прославление. Из этих последних каких, 25 лет, Бог работает с нашей страной. Сейчас лучше, чем когда-либо. Но я верю, что мы увидим больше. Я верю, что радость в церкви растет. Я верю, что в настоящее веселье приходит церковь. Слава Господу. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Хорошо. Давайте разделим конец проповеди разделим на пару частей. Мы можем потренироваться, радоваться? Вы не обидитесь, если я попрошу что-то сделать? Я вот что имею в виду. Вы знаете, чтобы радость вернулась в прославление, например, по-настоящему. В этом надо участвовать. Вы знаете, это похоже, как с алкоголиком. Вы знаете, что алкоголиками не рождаются. Даже за один раз человек не строится алкоголиком. Я вам скажу, есть простой принцип и есть, ну, есть простое учение, как стать алкоголиком. Надо пить. Какое-то время. Будь верный в этом. Постоянный. И через какое-то время ты обнаружишь, что ты втянулся. Знаете, у нас даже есть такое выражение, мужики так говорят между собой. А, он не умеет пить. А тот умеет. Ну, я до конца не знаю, что это значит. Никогда не пил, но я понимаю, что вот о чем речь. Если человек что-то начнет практиковать, через какое-то время он научится. Я открою вам секрет. Радоваться с Богом надо учиться. Прославлять Бога в радости надо учиться. И, знаете, это похоже, как, знаете, как кто-то вот купается, сейчас жара, да, кто-то купается в прохладной водичке и расскажет ему, давай, придись, я тебе расскажу, это так приятно, это так хорошо. Нет лучше урока, как взять его за руки и ноги и окунуть в воду. 13 раз хотя бы. Аллилуйя. Я про то, что с Богом есть радость. И поэтому Давид говорит, ты учишь меня жизни. Полнота радости при лицом твоим. Представляете, не в кабаке полнота радости, а при лицом Бога полнота радости. Но я вам скажу, для того, чтобы переживать это, чтобы научиться наслаждаться Богом, но надо учиться. Это надо практиковать. Слава Господу. Поэтому надо хлопать не так, как будто бы у тебя, знаете, вот здесь с арматуры такой квадрат железный, за который ты не можешь никак выйти. Давайте поднимем руки, чтобы никто не увидел, что я поднял руки. И я... Хорошо, спасибо. Но я про то, вот как леди проставление там кричит. Давайте поднимем руки. Восхвалим Господу рукоплесканиями. Это не рукоплескание. Так не научишься пить. Чтобы научиться пить, попробуй похлопать. Нормально. Чтобы научиться пить, да, попробуй поднять руки. Аллилуйя. Вы знаете, что, ну вот представляешь, ты домой приходишь, там, так рада тебя видеть. Иди, я тебя обниму. А другое дело, да? Иди, я тебя обниму. Аллилуйя. Вот я про что, да? Ну вот, ну, давайте порепетируем. Да? Вот хороший. Понимаете, речь идет вот о чем. Это наш папа. Аллилуйя. Он к нам хорошо относится. Да? Протяни к нему руки нормально. Аллилуйя. Давайте поднимем руки. На полную, да? О, красота какая! Знаете, что сейчас происходит? Дьявол в гробу так уже перевернулся. А Бог, у него мурашки вот так попал, знаете, по всему телу. Аминь. Знаете, вот о чем и говорю. Если в прославлении будет полнота радости, ты начнешь кайфовать с Богом. А то, где кайфово, нам хочется там быть. Вот почему дьявол так борется против радости. Вот почему дьявол пытается вырвать радость между нами и Богом. Бог это серьезно. С Богом, и затянут. И люди таки говорят, что вы себе позволяете, что это у вас барабаны в церкви, что вы себе позволяете, смеетесь, пастор, наш епископ, его фирменная улыбка, аллилуйя. Все это. Аллилуйя. Нам нужны улыбающиеся проповедники. Ну, что понимаете, когда человек приходит в церковь, и он верит нахмуренного проповедника, нахмуренного ашера, все церковь нахмурено. И мы говорим, тебе нужен Иисус, Он тебе поможет. Я вижу, как Он вам помог. Аллилуйя. Понимаете, ты снов. Если кто-то имеет право на радость, это церковь. Это церковь. Лучшее место для смеха – это храм. Я знаю, как это звучит. Но мы должны прийти к пониманию. Бог хочет вернуть радость на богослужение. Потому что Адам встречался с Богом радостно. Аминь. Хорошо. Хорошо. Смотрите. Есть одно богослужение, описанное в Писании, где, в котором участвовал Бог, и Он на этом богослужении танцевал. Вы знали это? В Писании есть описано одно богослужение, и в котором описано, ну, описано, что наш Бог-Отец, Он танцевал на этом служении. Хорошо. Это притча о блудом сыне. В Писании говорит, что когда старший сын возвращался с поля, написано, что он услышал, не увидел, услышал танцы. Представляете? То есть, какие должны были быть танцы, что их было слышно. Слава Господу. И там был отец. Аллилуйя. Вы же верите, что в притче про блудного сына, вот этот папа, в этой притче, это наш Бог-Отец. Я верю. Иисус пытается нам про отца рассказать. И понимаете, теперь, и Он устроил собрание, слава Господу. Аллилуйя. У меня есть целое учение про еду. Аллилуйя. Но когда-то в другой раз. А я вам скажу, Бог использует еду. Бог везде, по всякому поводу, ест. Аллилуйя. Приходит к Аврааму, ест. Блудные сына, не едят. Иисус с учениками постоянно ест. Аминь. Я про то, что Бог веселится, Он наслаждается жизнью. Кто-нибудь скажите, Аминь на это. Я вот что пытаюсь сказать, да, у нас в культуре есть какие-то, натянуть, ну, причем на эти вот, но люди, которые Бога не знают, они пытаются нас научить, как нам жить с Богом. А должно быть наоборот. Церковь, столбе утверждения истины. Поэтому не стыдитесь, когда еще у ваших родственников появляются вопросы, а что у вас за секта такая? У вас барабан? Что вы себе позволяете? Вот я был у вас на собрании, у вас хлопает на собрании. Я извиняюсь, что скажу, в Библии написано так. Знаете, но вот у нас был разговор такой, это много лет назад было. У нас была такая кампания, мы проводили вангелизацию. Нашему пастору очень не нравились наши вангелизации. Я не знаю почему, не спрашивайте меня. И вот после очередной вангелизации он сказал, еще одна вангелизация, и я вас отлучу от церкви. Но мы спросили, слушать, ну, библия написана, что мы проповедовали. А он говорит, я посоветовался с братьями, там с Румынией, потому что, пятьдесятинство в Черновце пришло с Румынии. И он говорит, я посоветовал с братьями румынами, и они сказали, что нельзя, чтобы вы это делали. Мы говорим, при чем здесь братья румыны? Есть Библия, да? И он нам говорит, а при чем здесь ваша Библия, братья румыны? А мы говорим, ну, тогда все понятно. Понимаете, то есть, часть людей, для них Библия вообще не авторитет. Для мира Библия вообще не авторитет. Слушайте внимательно. И еще 300 лет назад лучшая музыка была в церкви. Еще раз, вы не услышали. Еще 300 лет назад, если ты хотел послушать лучшую музыку в мире, тебе нужно было пойти в церковь. Потом дьявол обманул нас и сделал так, что сегодня, к сожалению, по камесь мы константируем факт. Лучшая музыка в миру. И это должно измениться. Радость переселилась в клубы. Радость должна вернуться в церковь. Радость должна вернуться в общение с Богом. И знаете, потому что все очень просто. Где кайфово, туда мы и пойдем. Где кайфово, туда пойдет молодежь. Где наслаждение, туда пойдут дети. И ты не спрячешь это. Поэтому если церковь будет угрюмой, если церковь даже на 50% будет угрюмой, ну, мир не стесняется. Они украли у нас радость. Я про то, что радость должна вернуться в церковь. Аминь. Я не про то, что ну, давайте в миру, миру сделаем плохо. Нет, давайте придем к тому состоянию, как Бог желает, чтобы мы жили. Поэтому Павел говорит, Бог дает нам все, больше, чем достаточно. Для наслаждения. Наслаждения. Представляете, там стоит это слово. То есть, Бог создал классную жизнь. Бог создал жизнь, где радость, где наслаждение. В жизни нужно работать, да, семья – это усилие. Это нам, ну, необходимо созидать церковь. Все с этим хорошо. Но когда это все в радости, оно наслаждает. Аллилуйя. И я вам скажу очень важную фразу. Чтобы вы понимали, нащипал вот из, из, из каких, сорока проповедей, вот так нащипал. Мы сейчас для Ютуба сняли, уже сняли сорок, еще двадцатку снимем. Где-то шестьдесят проповедей для Ютуба сняли радость. Потому что радость должна вернуться. Смотрите, вот давайте покажу вам с этой стороны. Вот вы, ну, кто постарше, вы поймете, с чем я говорю. Я знаю людей, которые работают где-то на работе. И у них хорошее, ну, как образование. Они хорошие специалисты. Им предлагают перейти в другое место работы, где больше платят. Но они не уходят из-за того, что там хороший коллектив. Правда я говорю или нет? Потому что это ценно. Это же каждый день. Это каждый день. Мы тянули. И знаете, правда какая? Что если перейдешь, потом на лекарства больше потратишь. Потому что люди спорят, люди завидуют, люди сплетничают, да? А если есть, я про то, что если коллектив наслаждают, и я знаю людей, которые с радостью идут на работу. Представляете? С радостью. Я сегодня утром с радостью шел на работу. Щебокуда. Я жду второе собрание работы. Я про то, что мы тянули, но я благодарен Богу. Я много работаю. В смысле, иногда устаю, но очень сильно. Но я люблю то, что я делаю. Аминь. Меня радует то место, вот как и с Богом. Мне радует результаты. Слава Господу. Поэтому, но я про то, что меня, моя профессия, наслаждая, коллектив наслаждает. Аллилуйя. Наш епископ, слава Господу. Аминь. Ну, вот что я пытаюсь сказать. Радость важнее, чем деньги даже. Если есть радость, мы готовы меньше заработать. Хорошо. Аллилуйя. Давайте сделаем еще один шаг. Нам необходимо вернуть радость в служении. Служение это радость. Это не головняк. Служение без радости, бремя. Только в служение приходит радость. Это наслаждение. Слава Господу. Вот почему есть только людей, которые с удовольствием служат. И знаете, я знаю людей, которые несчастны в служении. Ну, что вы понимали, иногда, ну, ну, из-за работы, из-за служения, слушаешь иногда пастырь. И люди говорят, я 15 лет пастырь, я ненавижу эту работу. Алло. Тебе нужно, ну, поменять мозги. Матери ты снова. Но есть причины, но почему это, ну, долгий разговор, не будем нырять. Но я про то, что, ну, служение, Бог придумал. Он не наказал нас служением. Он благословил нас служением. Знаете, я даже слышал людей, которые, они говорят, есть целая философия, вот, вокруг этого. Много высказываний, что Бог создал планету, и Он наказал нас родиться на ней. Мы родились не наказаны, мы благословлены жизнью. Жизнь, это благословение. Жизнь, это благословение. Жизнь, это благословение. Но, если она с радостью, слава Господу, нету радости, все время, все время. Хорошо, мы сегодня говорим только о нас и о Боге, поэтому вернемся к этому. Как же вернуть радость в наши отношения с Богом? Я хочу вам дать два простых принципа. Их, ну, больше, все чуть сложнее, но хотя бы вот о двух хочу поговорить. я искренне считаю, что одна из важнейших причин, почему радость ушла из церкви, это искаженный вот взгляд на Бога. Потому что Бог стал злым. Потому что в уме людей, вот служение, часть людей, они славят Бога, но потому что нужно. Это не про это вообще. Вот, вот вы сейчас поймете, о чем я говорю. Сыны Кореевы пишут Псалом. Слушайте, как они, вот слушайте, вот почувствуйте дух. Они говорят, как лань желает к потокам воды, так душа моя желает тебе, Господь. То есть речь идет не о принуждении, речь идет не о бремени, речь идет о том, что вот эта тварь, она готова бежать десятки километров к какому-то потоку воды, где она напьется. Алло. То есть готова платить цену. Слушай, теперь слушай этого пропаянника. Он говорит. Читает это же место. И говорит, видите? Даже вот скотина куда-то бежит. А ты? И ты сидишь такой. Это не про это вообще, понимаете? То есть, ну вместо того, чтобы показать, как человек восторжен Богом, наоборот, а ты так желаешь? Нет у тебя желания такого. И ты сидишь уже, конечно, нет, Господи. Я никогда здесь 20 километров не бежал на встречу с Богом. Ай-яй-яй. Читаю, ну, в этой же проповеди, человек читает и говорит. Берет целый, не хочу возгрузить, ну, весь эти писания выписаны и затянут. И он читает три места писания ора, но о том, что встану рано. Да, вот буду, буду с Господом. И зайти, читает место за место. И он такой, а ты, ты встаешь рано, спал небось, пока Бог ждал тебя. Понимаете, ну, а писание же вообще про другое. Понимаете? Ну вот, ну вот, потому что искаженный взгляд на Бога, и у нас, знаете, вот, ну, я хочу вам открыть секрет. Бог вообще не спит круглосуточно. Вообще, идея, что Бог только утром слышит, она не библейская. Некоторые сейчас и мне, о, слабо. Я, ну, есть люди, которые любят в 5 утра вставать, есть люди, которые в 5 утра ложатся. Я открою секрет, Бог и тогда, и тогда не спал. Алло, расслабьтесь, это не про это. Мы не заслуживаем, мы не зарабатываем. Понимаете, вот забираешь наслаждение, радость, сразу время, сразу обязательства. А ну быстро, в 5 утра встаю, ты в ад не хочется, поэтому начинаешь в 5 утра вставать, потому что кто-то в 5 утра встает, а ему так нравится жить. Понимаете, то есть Давид вообще не про это говорит. Ну, он говорит, встану рано, буду, он говорит, желание, увидите другое, увидите радость, общение, наслаждение общения, потому что он знает Бога. Когда знаешь Бога, тогда, ну, с ним хорошо. И в полночи, и в обед, Господи, когда угодно. А когда не знаешь Бога, тогда, ну, тогда бремя. И все равно, когда в 5 утра или в 5 вечера, это всегда бремя. Поэтому, знаете, я на первое место ставлю познание Бога. Что я имею в виду? Человек, который знает, какой Бог. Если вы знаете, что произошло на кресте, если вы в это верите, почему не радоваться? Мы дети Бога. И за крестом мы полностью правили. Никакого осуждения. Никакого принуждения. Бог увлекает, а не загоняет. Аллилуйя. О чем бы мы ни говорили. Бог всегда приятный. Бог всегда, ну, добрый. Всегда Он совершенное благо. И знаете, теперь Он любит тебя. Все хорошо. Аллилуйя. И знаете, но, когда это понимаешь, я бы хотел, представляете, такой друг у вас есть. Всегда хорошо относится. Всегда помогает. Всегда улыбается. Всегда добрый. Поэтому, когда Он звонит, как? Ты где? Встретимся? Выпьем кофе? Конечно. А если друг такой, что встречайся, деньги пропадают. Встречайся, да, там, ну, еще что-то похожее происходит. Понимаешь, Он звонит, встретимся? И ты думаешь, именно, ну, встретиться или нет. Или, может, давай уже на той неделе мы встречались. Много радости осталось. Мне, что 500 гривен не досчитал, да, телефон пропал. Понимаете, вот, вот, вот что я пытаюсь сказать. Дьявол исказил образ Божий, и поэтому, ну, вот, печаль пришла в прославление. Люди поют печальные песни. Люди поют, ну, вот, трудно улыбнуться. Это время, знаете, поднять руку. знаете, можно я правду скажу? Часть из вас, вы ждете, когда это закончится. И я вам открою секрет. Потому что это вас не наслаждает. А для того, чтобы просто не начало наслаждать, первое, надо узнать Бога. Надо узнать правду о Нем. Проведите, я серьезные вещи говорю. Проведите время. Я это делаю, делал и продолжаю делать. Я изучаю крест. Я изучаю Божье сердце. Я хочу знать, что у него в голове. Я хочу знать, что он обо мне думает. Слава Господу. Из этих, чем больше это изучаю, тем глубже влюбляюсь. Алло! Вспомните себя, да? Помните на свидание кто-то ходил, ночью возвращался пешком. Кто-то пешком ночью возвращался, свидание. Некоторые. Аллилуйя. Вы понимаете, что мы говорим? Я про то, что уже трамвай не ходят. Уже даже лошади не ходят. Уже ничего не ходят. Да? Но кто-то под подъездом стоял, да? Кто цветы воровал на клумбах? Понимаете, о чем я говорю? И ты же верующий с детства. В этот человек идет на преступление. Понимаете? То есть воровать цветы на клумбах, это грех. Чего идет на преступление, потому что это радость. Принеси цветок. Потому воровал, ты для нее или для себя? Для себя? Вот это. Так у тебя роман на всю жизнь с собой. Аллилуйя. Это шутка. Но вот что я пытаюсь сказать. Понимаете, когда влюблен, когда, когда, тогда хочется, тогда радость. Понимаете, когда влюблен, денежку не считаешь. Можно чуть про деньги? Ну вот, но мы сейчас, говорю, ну, уже сняли 40 проповедей, сняли о радости. И целую неделю, ну, целую неделю сняли 5 проповедей о радость-даянии. Аллилуйя. Потому что, понимаете, когда с головой в порядке, то когда корзинка идет в церкви, ты просто начинаешь жить. Алло. А когда голова не в порядке, ты можешь опять, опять, потому что, когда влюблен, когда все, все нормально, да, ну вот, ну, жене хочется дарить, хочется, у нее красивая одежда была, да, хочется, ну вот, ну, цветы приносить, воровать там, где-то на клумбе, да, хочется, ну, подарки дарить, да, хочется куда-то сводить, ее, жену надо выгуливать, аллилуйя, ей нужно деньги давать, кто-нибудь и женщина скажите, на покупочке давать деньги, да, ну, для этого нужно работать, работать, аллилуйя, потому что, ну вот, ну вот, чтобы у нее было, что по терапии, там и так далее, она начинает улыбаться, ну, ну, и все хорошо, что вы так приуныли, аминь, понимаете, если в семье будет радость, если между нами, но между мужем и женой будет радость, все равно, как и у трудно встретили, все равно, я знаю людей, которые проходят через настоящие финансовые трудности, но между ними, да, вот радость, между ними любовь, но вот наслаждение, и ты смотришь, думаешь, боже, как в это проходит, а смотришь, а им кайфово, вообще они проходят, трудности нормально, знаете, то же самое с церковью, знаете, иногда в церкви там шнурки развязались, люди уже разбегаются, но церковь проходит настоящие трудности, но там любовь, радость, я провел однажды такое исследование, а давайте сейчас сделаем, это интересно услышать, только не врать, вы знаете, что в церкви врать грешно, хорошо, на собрании нельзя врать вообще, но сейчас не врать, кто из вас имел мысль такую, имел желание или мысль уйти из церкви, ну, поднимите руку, только не врите, вот прям вот, только не врать, вот, а все остальные нет, да, ну, вот, хорошо, давайте еще раз, если вы соврете, Архангель Гавриил, хорошо, Михаил лучше, Гавриил почту носит, а Михаил с мечом ходит, теперь я хочу спросить, давайте по-другому, поставим вопрос, и будет легче, кто из вас имел мысль уйти из церкви, но вы не ушли из-за взаимоотношений с кем-то в церкви, ну, не стесняйтесь, представляете, вот эти люди хотели уйти из церкви, но они не ушли, не из-за проповеди, представляете, не из-за видения, а из-за радостных отношений, потом, знаете, трудность прошла, и все нормально, когда буря утихла, и ты думаешь, слава Богу, что не ушел, но причина, почему не ушел, это радостные взаимоотношения, алло, вот что важно, понимаете, потому что, когда ничего не остается, отношения остаются, вот почему радость важна, слава Господу, хорошо, второе, во-первых, знать Бога, если будешь знать Бога, ты влюбишься, и утонешь в нем, вот почему молитва перестает быть бременем, прославление, это не бремя, слава Господу, второе, что искренне верю, это нужно практиковать, мы начали уже, знаете, что Писание говорит, рукоплещите Богу, сколько? Все народы, вот кто-то знает Писание, аллилуйя, украинцы это все, во все входят? Слава Богу, некоторые считают, что нет, но во все народы входят и украинцы, входят все, слава Богу, поэтому это Писание про нас, рукоплещите кто? Все народы, рукоплещать Богу, это правильно, слава Господу, мы можем попрактиковаться, но, знаете, я вам расскажу сначала историю, у нас в Черновцахе есть один парень, он музыкант, и он такой по жизни просто, вот я наблюдал, однажды картину, ты был молодежный лагерь, и молодежка сидела, играли в такую игру, вот они как-то вот так, друг другу хлопает, и все быстрее, 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 там надо так быстро, быстро, а лучше вы понимали, когда он хлопает, он вот так хлопает, а ему говорят, давай быстрее, он, давай быстрее, и он, он, он просто такой, знаете, вот, но, я вот так, вот так часть людей рукоплещут все народы, давайте вас плещем, Господи, это не, ты так не напьешься, давайте скажем правду, чтобы что-то вас благословило, в этом надо участвовать с головой, аллилуйя, понимаете, вот с головой, вот чего боится дьявол, он знает, что если ты напьешься с Богом, тебе не нужно будет греховное, понимаете, если у меня ящик настоящего золота, а вы принесли даже 10 ящиков поддельного, и я знаю, зачем мне ваше поддельное, вот чего боится дьявол, чтобы мы, понимаете, вот хочу вот это вам показать, у нас есть потребность наслаждения, это от Бога в нас, Бог кайфовый, ой, ему нравится жизнь, аллилуйя, и когда он нас творил, он вложил на желание, нам нужна каждый день какая-то порция наслаждения, и если мы не найдем этого с Богом, дьявол нам подсунет греховное, я вам сказать, это особенно касается молодежи, ну что, знаете, ну старшие люди, они заикарились в Боге, нас хоть убиваем и никуда не уйдем уже, но знаете, ну это так важно для детей, для подростков, для молодежи, чтобы они узнали, вкусили Бога, чтобы они вкусили благость Божию, чтобы они веселились Богом, аминь, знаете, ну вот, пойдем глубже, читал недавно эту статью, и там, ну вот, вот автор размышляет вот таким образом, он говорит, о, у нас уже прославление превратилось в шоу, свет используют, и там музыку, и какие-то люди с флагами танцуют, там уже Бога нет, знаете, что я думаю про это, что за этим стоит сатана, вот честно, что я думаю, чтобы не дай Бог не стало веселее в церкви, чтобы не дай Бог, понимаете, пусть это будет в клубах, пусть это будет связано с грехом, но ни в коем случае не в церкви, вот, ну вот, я помню, когда мы, ну вот, когда молодежкой были, мы пастора спросили молодежи, а танцевать можно? Пастор говорит, ну, одна девушка в Библии танцевала, да танцевала, что Яну Крестителю голову отрезали, и ты, знаете, и все, я на всю жизнь запомнил, танцевать грех, понимаете, а вот когда, ну, начал жить с Богом, и увидел, что есть десятки мест Писания, которые говорят о танцах, представляете, десятки, есть эта девушка, которая танцевала, Иоанну Крестителю не из-за танца отрезали голову, отрезали голову, потому что ее мама ненавидела, Иоанна Крестителя, она искала повода, понимаете, танцы не грех, аллилуйя, во всех смыслах, пойди с женой, потанцуй, я, я вам скажу, это трудно, первые 13 раз, а потом ты однажды танцуй, что понимаешь, Ян, Ян расскажу это, это было в Майами, я проводил конференцию, и доктор Билл Басанский приехал встретиться с нами, то вечером мы пошли в ресторан, и он и мама Би, Беатриса, и мы сидели, кушали, общались, и там сидел какой-то парень, играл на рояле, и вот мы прям, ну, хорошее место, дорогое место, в смысле, вот, ну, люди, вот все красиво одеты, ну, то есть ресторан, с дресс-кодом, все, очень красиво все, и вдруг доктор Билл говорит, Беатриса, я приглашаю тебя танцевать, я думаю, это ты именно, ну, вот, шутишь, и они встают, я, ну, чтобы вы понимали, им тогда было где-то по 60, как они красиво танцевали, когда они закончили, весь ресторан, все встали и хлопали, все до единого, и, значит, ты просто видел двух пожилых людей, которые наслаждаются жизнью, наслаждаются друг другом, и затем, я, ну, и, значит, вот это был день, который я пожалел, что я не умею танцевать, что, ну, у нас, ну, танцы, это грех, это твоя жена, аллилуйя, аминь, некоторыми из вас, может быть, стоит пойти с женой на какие-то курсы, и, может быть, романтика появится в ваших отношениях или вернется, я о серьезных вещах говорю, радость должна вернуться в жизнь, вот почему молодые люди, христиане, думают о смерти, вот почему молодые люди, парни, девчонки, которым по 16 лет, они не о семье мечтают, не о детках, они не мечтают о внуках, они мечтают уйти с земли, они мечтают пойти на небо с Иисусом быть, я про то, что мы, у нас перекос, у нас сбой программы произошел, потому что, ну, христиане перестали любить жизнь, которую создал наш любящий отец, а причина очень простая, жизнь без радости, бремя, вся жизнь без радости, если жизнь не наслаждает, если жизнь не кайфовая, извините за сленг, если жизнь не приносит наслаждения, она, она бремя, хочется ее оставить, вот почему дьявол так борется против радости, в семье, во взаимоотношениях, это так важно, простые вещи, хочу вам передать, простые вещи, нужно делать пикники, возьми семью, нужно с детьми ходить, кататься на роликах, кататься на, поиграть в боулинг, это важно, знаете, мы иногда настолько духовны, что мы, ну вот, кроме молитвы, кажется, проповеди, нету больше жизни, нет, эту жизнь создал Бог, это наш отец создал, улыбки, радость, восторг, веселье, это от Бога, и дьявол, дьявол украл это у нас, нам нужно вернуть это, христиане самые кайфовые люди, христиане, это самые радостные люди, аллилуйя, и вы, ну вот, 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 но сегодня акцент, который хотел сделать, во-первых, между нами и Богом, должна вернуться радость, если это произойдет, слава Господу, в полной мере, знаете, ну последние годы, много произошло, знаете, ну хожу в церковь 76 года, конечно же, 76 года, мы вообще в другом месте, где раньше были, знаете, ну вот, но, но то ли еще будет, я говорю, что радость будет только расти, только расти, хорошо, мы можем, давайте сегодня растянемся, мы можем так Господу восплескать, как никогда раньше, я про то, что никогда раньше не делал, это значит и, и сила удара, и размах, аллилуйя, и улыбка, как будто, как будто нас кто-то слышит, аллилуйя, ха-ха-ха-ха, один мой друг, как-то пришел еще, в начале 90-х, пришел на собрание, мы вместе в детской ходили, молодежку, ну и зашорены были, а когда он пришел к нам на собрание, мы бескрышные были, вообще, не то, что расшорены, мы даже двор потеряли, вообще, мы просто висели из Бога, а знаете, когда ты уже несколько лет, в этом тебе это уже обычно, а он первый раз, и я его просто собрали, спрашиваю, как те собрания, и знаете, что он не сказал, вы так поете, как будто бы вас кто-то слушает, представляете, и у меня вдруг все стало на свое место, в этой части церкви так поет, так хлопает, так славит, как будто бы нас никто не слушает, поэтому зачем стараться, а вы знаете, что, ну вот, я скажу вам это, без обид, хорошо, никто, ни в коем случае, ну, мы в одной лодке, вы же понимали, я работаю над собой, чтобы не хмуриться во время проповеди, знаете, вот, езжу много, вижу разных, разные, разные группы, разные церкви, из этих церквей, где просто смерть, все просто, кладбище, но есть церковь, где лидер проставления, такое, зажигалка, такой, ааа, качает, баквокал такой стоит, вот как его, господи, опять забыл, день победы, кто поет, Кобзон, то есть, стоит лидер проставления, такой, ааа, и такие 4 Кобзона, и музыканты тоже, Кобзоны, просто, и ты просто закрываешь глаза, чтобы не видеть, ну, и слышишь, есть получше, хорошо, я не вопрос осуждения, это видно все, это видно, я верю, что пришло время, каждый, кто выходит, перед народом Божьим, пред лицом Божьей полнота радости, аллилуйя, наш епископ, аллилуйя, говорю, фирменная улыбка, вот так чуть-чуть, чуть в сторону, так, ну, вы все знаете, ааа, есть получше, зажигалка, лидер проставления, 4 тоже стоят, бэк-вокалист, и музыканты, Кобзоны, полный Кобзон, просто, вообще, ну, они как будто бы, они, они на работе, понимаете, я бы сказал, ну, вот, 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 вы эмануиле по-другому, все славят, аллилуйя, знаете, вот, но однажды в жизни, я был на собрании, оно меня потрясло, честно, что это было не собрание конференции, это было в Далласе, в Техасе, большая конференция, было много спикеров, очень, ну, могучих было, там был Кеннет Коппен, был сын Алла Робертса, был Кеннет Хэгген младший, там был Джона Ванзини, и, и, еще же, жил тогда, я двинул из Коу, был там, и вот, 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 представьте, вот, как-то могучие конференции, служила, пригласили служить на конференцию, одну, группу с одной церкви из Хьюстона, я такого никогда не видел, и такая довольно большая группа, человек 20 на сцене стояла, молодые, ну, молодые люди, 20, 20-30 лет, и, знаете, это было время, когда, ну, вот, было, ну, я помню, что конференция, две песни, мы их пели много раз, это, да, Иисус, да, Иисус, да, Иисус, и вторая песня, вот это, ты повернул мою унылость в танцы, это, это, 2000, думаю, четвертый или пятый год, и, знаете, ну, вот, я люблю Бога, я, я всегда, ну, я смотрю, и вот, как, как играют, как поют, мне это интересно, и я, я люблю наблюдать, тоже, натянув, мне приходится учить, потому тоже смотрю, знаете, что вы понимали, ни одного Кобзона, понимаете, вот вся группа, Кобзоны, куда-то делись, все, ну, парень, который играл на клавишах, он, он вел хвалу, нов, и когда приходило время, ты повернул, мою унылость в танце, да, вся группа, гитаристы, скрипачи, трубачи, этот на клавишах, все крутились, ты не можешь стоять на месте, когда они все это делают, я про то, что, понимаете, ну, не один человек зажигает, оно, а кто-то закрывает самое дорогое, а все славят, я про то, что все славят, затянув, ну, я никогда в жизни такого не видел, они, ну, ты, ты захватываешься просто, ты вместе с ними начинаешь славить, когда они начали поклоняться, этот парень, который на клавишах, стал на колени, вся группа стала на колени, чтобы вы понимали, все гитаристы, трубачи, скрипачи, все стали на колени, он стал на колени, и вот так играл, и здесь ты не можешь не поклоняться, когда, когда, ну, когда люди так посвящены, ты понимаешь, что человек кайфует, вот почему, зачем мне дьявола, если я с Богом имею, и не будет голова три дня болеть, понимаете, вот почему люди ищут наркотики, ну, заберите с наркотика кайф, никто не будет колодца, зачем колодца, если не будет кайфа, а я вам скажу по-другому, если кайфанешь с Богом, если твоя жизнь с Богом будет кайфовая, зачем мне вот этот весь головняк с вами, я с Богом буду наслаждаться, вот почему, вот почему важен, чтобы, ну, ну, чтобы мы участвовали, я извиняюсь, что скажу, давайте сделаем следующий шаг, но однажды был на собрании, которое потрясло мне до глубины души, это было служение род Парсли, но на собрании было каких-четыре или пять тысяч людей, большое место, и, чтобы вы понимали, лидер прославления прыгал, как попрыгунчик, я имею ввиду метр от сцены, все пять тысяч людей танцевали, чтобы вы понимали, это что-то невообразимое, понимаете, что, ну, вот, я не то, что мурашки, это разрывает тебя, смотрите, что Писание говорит, когда Соломон освящает храм, чтобы вы понимали, на освящение храма собрались, по крайней мере, все мужское население Израиля, что вы понимали, речь идет о нескольких миллионах людей, в то время Израиль был приблизительно пять-семь миллионов населения, то есть, по крайней мере, три миллиона людей, плюс Иерусалим, каких 300 тысяч, и Писание говорит, что они так танцевали, скажи со мной, танцевали, они так танцевали, что земля проседала, я не знаю, что это значит, вот, на данном переводе написано, земля проседала, то есть, мне кажется, что, когда этих три миллиона людей танцевали, они вызвали какое-то, вот, мини землетрясение, то есть, люди почувствовали, как земля начала двигаться, алло, дьявол в гробу переворачивается, когда церковь начинает радостно славить, я про то, что, знаете, и вопрос даже не танцы, ну, во-вторых, что делаем, вопрос в том, чтобы ты начал наслаждаться Богом, аминь, реально наслаждаться, вот о чем я говорю, аллилуйя, Писание говорит, восклицайте Богу глазом радости, не шепчите, восклицайте, церкови должна быть громким местом, знаете, слышат людей, о, я привел друга, так громко, мне, мне, представьте, один парень даже подошел ко мне в церкви, говорит, пастор, а можно одно воскресенье не собирать пожертвований, я говорю, смысл, значит, я приведу своего друга, я хочу, чтобы он не соблазнился, вы знаете, что нормально, мирские люди лучше думают о пожертвовании, чем иногда верующим, это самое нормальное место давать деньги, это церковь, алло, это самое нормальное место смеяться, это самое нормальное место веселиться, слава Господу, вот о чем я говорю, поэтому, когда группа начинает, ну, хочу встать на их сторону тоже, знаете, как иногда, вот музыкантам, певцам, это как качели, давайте восплещем, что вы понимали, они пытаются качать, давайте поднимем руки, а представьте по-другому, что мы разогреты, аллилуйя, давайте восплещем, можем мы восплескать, как никогда раньше, хорошее время, аллилуйя, аминь, знаете, что, в такой церкви легко, аминь, потому что, когда мы все участвуем, дайте, о, оно начинается, слава Богу, описание говорит, воскликните голосом радости, знаете, как должно быть, что бы они ни сказали, а мы готовы, аллилуйя, мы на старте, знаете, мы готовы, почему, мы хотим кайфануть, аллилуйя, аминь, можете воскликнуть, давайте растянемся, я имею ввиду, именно насчет 3, хорошо, давайте на самом деле растянемся, это самое нормальное, что может происходить, на церковных собраниях, восклицать голосом радости, понимаете, это не, это не плохо, это не неправильно, ну, я про то, что приходит время, стадионы с футболом будут отдыхать, аминь, как церковь веселится, вот, послушайте мне еще раз, дьявол узурпировал у нас, и перевел на стадионы, на ночные клубы, в кабаки и радость, это должно вернуться в церковь, слава Господу, готово, давайте чуть потренируемся, я про то, что в эту воду надо зайти, чтобы ее почувствовать, поклоняться Богу и кайфовать от прославления, надо учиться, надо учиться, вот почему, знаете, просто начни практиковать, вот просто прими решение, я с этого дня, я начинаю пить, я в этом собрании говорю, да, чтобы быть алкоголиком, надо, значит, пить, чтобы быть духовным алкоголиком, надо, значит, пить, аллилуйя, первый раз просто вот так, ты не понимаешь, ты, ну, как, аллилуйя, всякие комплексы, знаете, ну, столько людей, они зажаты, я говорю, дайте 100 грамм, аллилуйя, но, начни это делать, просто начни участвовать, когда призывают, давайте рукоплескать, вот, ну, и мы все вместе, давайте воскликнем, дайте, и когда это делает вся церковь, что-то происходит, аллилуйя, что-то происходит, готовы? Я про голос радости, пусть это ваш голос радости, да, кто-то у-у-у, кричит, а, как угодно, аллилуйя, но я про крик, голосом восклицать, восклицать это не, восклицать, восклицать, вот, это везде, давайте воскликнем голос, голосом, и все, аллилуйя, это не восклицание, это не восклицание аллилуйя и гол восклицать это вы же знаете значение слова хорошо давайте удивим господа аминь посреди иди сейчас здесь вся троица здесь представлена святым духом аллилуйя они уже здесь табуреточки поставили сидят и ждут неужели это произойдет аллилуйя за эти почему-то особенно мужчины я не знаю вот вот ну вот дьявол он знает что мужчина лидер что мужчина глава м из этих вот больше всего мужчину как будто бы спазму здесь воскликни господу аллилуйя они хорошо 123 слава господу аминь я думаю что еще три часа я поучу мы начнем танцевать аллилуйя они я понимаю так что второе собрание мы никуда не спешим слава господу давайте еще побудем слове божьими что-то будет с нами происходить вот я о чем пытаюсь сказать смотрите давайте посмотрим еще одну истину это же бог научил евреев прославлять это очень важно мы не язычники больше не наши корни не в язычестве языческие боги не злые посмотрите на рожи их ярыла перу на все языческие боги зубы вот эти рты родной раздутый вот эти губы на но на ботокс на еда но вот но откройте снова откройте словарей смысле откройте энциклопедию и по посмотрите вот ну физиономия языческих богов они все страшны ну как волк как как и так далее наш бог прекрасный аллилуйя давайте то есть ну то есть ребенка первый раз приходили при приводили в капище какой-то он пугался она наши дети приходят в присутствии божий радуются аллилуйя аминь я про то что наш бог свет наш бог доброта наш бог приятность аллилуйя ну вам но вы не помнили здесь говорили первом собрании едем это место счастье наслаждение блаженство приятность ами вот синонимы слова едем о господи это же правда про церковь слава господу хорошо смотрите вот что пытаясь сказать мы не из пальца высосали мы сейчас не выдумываем мы говорим то что у нас есть четкие аргументы из слова божьего что бог как-то себе представляет свои встречи с человеком и он дал инструкции вот как мне нравится он говорит сделай как хочешь но мне нравится вот как играйте на барабанах алло так написано славьте бога нам ну на на барабанах на струнных на трубах пойте громогласно аллилуйя бог говорит я не больно не надо себя вести как в реанимации понимать из дедушка которую последний из дыхания бог полон жизни аллилуйя и он говорит пойте громогласно пусть все что дышит славит бога аллилуйя приматит встречи с богом они связаны с радостью с наслаждением аллилуйя поэтому теперь он писание говорит славьте бога сми дальний период горит с ликами эти когда был подростком я искренне так считал что с ликами это с ликами святых что возьмите ну ну просто не понимал слова вообще русское слово лике подразумевает ликование подразумевает танцы но откройте любой другой перевод кроме синодального и вы найдете слово танц откройте украинский перевод и гиенко кулеша стоит прославляйте бога танцем алло то есть я про то что смотрите но в ну пусть даже хотя бы вот такой нет разницы я про то что с богом связана радость веселье присутствие божие это радость и веселье кто-нибудь скажите аминь понимаете тут потому что еще расскажу нас тянет туда где веселье если там весело достать если не веселье мы пойдем потому что надо и прославление превращается в бремя добавьте прославление радость и веселье мы идем туда вас там весело мы к вам идем щеба куда хорошо смотри теперь это же бог научил евреев что они когда приходили в храм скажи самый храм не в кабак храм и в храме танцевали и это было нормой до пришествия иисуса христа и это было нормой при христе душу вы понимали что иисус христос сам участвовал в праздниках и это ну этого нет писания но смотря на культуру уверенно сто процентов что иисус христос танцевал потому что это была часть богослужения я вам скажу когда меня господь порвал с танцами но в это был 93 год вы же помните я из церкви где можно тинь-динь-динь-динь-динь обоим уже нельзя смысле вообще музыка была грех все гной танцы я уже был пастором год уже был пастором и мы поехали с группой с группа служителей поехали в визраиль и в субботу вечером мы пошли к сине плач и я делки по черный костюмчик короче меня приняли за своего я ходил молился на них языках а также вы понимали люди со всего мира смысле если не понимаешь другого то это нормально смысле там никто никого не понимает ну и я ходил молился об израиле об украине молился разных вещах и и тут меня в один короче подход ко мне хасит такой с пейсами все ты 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 понимаешь по-русски и глюда говорит но я слышал некоторые слова ты каком-то языке молился но вот некоторые слова ты говорил русский но оказалось что он из одессы маленьким уехал и и вот ну и мы мы разговорились этот какой-то движение началось и идет такой старичок издали лет восемьдесят нельзя или не 180 смысле ну на вид он ну просто древний в белых одеждах такой ну вот что все в черных а он один белым вышит и все так красиво и вот он идет игрух что-то он говорит это как как одна из но ветвей иудаизма он глава это это ветви и но вот и он пришел начал молиться и потом этот старичок начинает танцевать прямо там среди куча народ и собираюсь хасиды папа ну папа сбегались и и вот они стали друг за дружкой и ноуфа по псалмы из библии поют и танцуют я вам скажу я смотрю на это ну я понимаю что ну я фактически вижу времена иисуса христа ничего не изменилось тоже сам вот так было прямо в богослужении это норма была вы знаете вот где сатана нас обманул он он сделал радость у нас радость синоним грех у нас радость это мирское радость это греховное наслаждение и нам нужно перевернуть это опять назад радость это бог это присутствие веселье это церковь слава богу аллилуйя из эти вот они танцуют я смотрю на все это я говорю я могу с ними уголь то здесь просто вот ты разъединяешь руки и я вот по ним пошло понимать махровый 50 смысле но но вот в но мы снова всегда застегнута вот это но джинсы были грех вообще джинсы сейчас джинсы грех не знано но вот я ри пытаюсь вам показать этот шаг я сделаю я просто вот сделал шаг я сделаю я раздел руки двух людей в черных одеждах и я делал то что они затем сначала я просто повторял я поставил руку на плечо впереди и ну вот его и я повторял за ними и они там пели какие-то псалмы я пел на языках но я не понимал какой псалом они поют и они смысле что вы понимали люди улыбаются люди ну вот радость люди кайфуют реально кайфуют присутствии бога и много из этих какие-то несколько минут прошло и это начало меня цеплять сначала это было просто я делал то что они вот что пытаясь сказать не ничего страшного 1 13 раз попробуй вот каждый я принял решение я буду каждое собрание по-настоящему хлопать аминь и начни это делать просто вот и я буду каждое собрание затем и через какое-то время ты найдешь себя что оказывается это что-то делает со мной аллилуйя аминь я буду каждое собрание когда лидер просто не поднимает руку я буду с ним просто дело что другие примете то есть в эту реку нужно нырять чтобы она ну я пытаюсь вам сказать что кайфовать с богом нужно научиться из эти прошли какие-то минуты я понимаю что мне это все начинает нравится я начал переживать бога дух святой сошел на меня затем и мы танцевали не за это может быть полчаса в этом я я не веду это все было быстрее это все люб все быстрее быстрее этот дед которому сто восемьдесят лет чтобы видели как он танцевал ему было все равно чтобы про него думать смысле люди со всего мира со всего мира по-настоящему со всего мира он не пришел кому-то угодить я никого не буду спрашивать как мне поклоняться богу я пришел с ним встретиться я пришел с ним кайфануть аллилуйя ямс крышки получит свою дозу наслаждения с богом грех не будет так уж так уж увлекательно выглядеть слава господу вот чего боится сатана о господь щаба куда раз и поэтому радость снимает бремена и делать легкой семейную жизнь работу служение поклонения давайте поклонимся господа подами свои руки господа закройте свои глаза ни на кого не смотрите спасибо тебе господь благодарю тебе спасибо что служение тебе это радость спасибо что поклонение это радость благодарю тебе господь аллилуйя помоги нам расширь нас растяни наши сердца аллилуйя отец я молюсь пусть радость вернется в церковь по-настоящему глубоко по настоящему мы так благодарны за последние 25 лет ты работаешь с нашим народом ты работаешь с мышлением работаешь с представлениями слава тебе господь сегодня лучше чем было 25 лет но мы хотим полноты твоей господь он работай с нами растяни нас еще больше я верю господь что собрание церковные это просто фонтан это фонтан это радость это веселье аллилуйя и гильда макейда и лизы до рима кота сыта аллилуйя спасибо тебе господь мы принимаем от тебя господь пусть слово твое работать с нами и благословляет нас во имя иисуса и все верующие да скажут аминь надо сделать это слава тебе господь аминь аминь спасибо большое что принимали острый большое спасибо бог вас благослови